Доступность медицины в селах сегодня это один из главных приоритетов в сфере здравоохранения. В Северном Казахстане с 2019 года действуют передвижные медицинские комплексы. Благодаря им у тысяч жителей появилась возможность проверить свое здоровье на местах. Как прошел один из таких выездов в Афонькинском сельском округе Мамлюдского района, расскажет Адилия Кушекова. Так выглядит передвижной медицинский комплекс. Настоящая поликлиника на колесах, в которой несколько специализированных кабинетов. Здесь принимают врач общей практики, невропатолог, зубной врач, онколог-мамолог, хирург, акушер-гинеколог. Есть смотровой и процедурные кабинеты. Сегодня передвижная поликлиника остановилась в Афонькино. С раннего утра жители приходят за медицинской и консультативной помощью. Особенно это удобно для пожилых людей, которые не всегда могут выехать в город или даже в районную больницу. Кто приезжает в лабораторию именно в село, приезжает старый. Старый человек не всегда может попасть в райбольницу. А тут выявляются какие-то болезни, если у человека есть. Большое спасибо, конечно, за это. Рекомендации положительные, все понятно. Спасибо нашему, как говорится, министерству здравоохранения, областному здраво-районному здравоохранению. То, что вот так вот заботятся о населении. Туда тут бесплатное лекарство, чтобы это лечить. Сахар у меня, поэтому... Ага. Ну, все, вот благодарю их, врачей наших. Ну, я зашел на прием. У меня поясница. Ну, назначили уколы, таблетки. Бабушки есть, которые не могут ни ехать никуда. Да, вот у меня сейчас мама там на приеме мне. Вот. Поэтому, я думаю, это хорошая идея. На специальном санитарном автотранспорте этого округа на осмотр сельчан привозят и из двух соседних деревень – Орел и Новоукраинка. Отметим, передвижной медицинский комплекс в Мамлюской районной больнице появился в сентябре этого года. О графике его работы жители оповещают заранее. За полдня врачи обслужили 85 человек. Выявили два онкозаболевания. Все услуги бесплатные. Особенный уклон мы делаем на диспансерную группу населения 60 лет и старше. Для того, чтобы им помочь, потому что им самое тяжело выезжать к нам в район. А тут, как многие наши пациенты говорят, медицина с доставкой надо. И мы не привлекаем городских специалистов, потому что на сегодняшний день в Мамлюской районной больнице достаточно врачей узкого профиля, которые смогут оказать помощь на селе. Всего в этом округе 595 жителей. Первую помощь они получают в медицинском пункте села Афонькино. Здесь современный ремонт. Несколько лет назад его сделали на деньги местных меценатов. Три медсестры принимают пациентов как здесь, так и делают обходы по домам. Хочу сказать спасибо здравоохранению. Спасибо нашему главному врачу Мамлюской районной больницы, Гроваве Тарине Варерьевне, за созданные условия. Вот у нас светлое новое здание с капитальным ремонтом. Есть холодная, горячая вода. Все условия есть. Медколлектив, врачи, средний медперсонал. Мы очень дружные, сплочённые. Врачи уже объездили 4 сельских округа и оказали тысячу пять услуг. К середине октября планируют запустить новые услуги – УЗИ и ЭКГ. Адилия Акушакова, Анатолий Белоног, Служба новостей.